Вода и первая справа, которую необходимо сделать после вертания церкви, побить один одного лазинами вербы и обысково сказать слово, что не я бью верба, бьет, бывает здоровая вода и богатая земля. Это не просто старожитный ритуал. Люди саправды верили, что верба моя гаючая и навод магичная якость. Поэтому до человека обысково придут здоровые силы, прыгажость и добробыт. На вербницу девчаты так само выражили, стябали галинками вербы незнаемого хлопца, який траплявся им, и пытались, как его зовут. И вот по этому мерковали, как будет звать их будущего мужа. Так само зверы у судодейную силу вербы люди приходят на градки, где тройче повторяют. Растит цыбулька, чесночок, зимой кулачок. А прича того, наверное, тыдень. Вязковцы у першыню выганяют у поля коров. Тут так само целая идея за магичным обрадом. Коли корову первый раз выганяют у поля, я ей необходимо святить святой вербой и сказать такие слова. Иди коровка у зеленую дубровку, травичку заедай, ротинку спивай, как было молока по колено, а масло по копыты. Вербный тыдень обовязково сопроводжается смачными ежами. За одной умовой, с уликом того, что в этот день пропадая на Великий пост, если можно, только постная. А я еще не подно обовязково посадить хатнюю рослину, как у доми, как минимум я еще на один год, были богатые и добробыт. Это для счастья, для добробыту, как бы все здоровые были, как бы гроши были, как бы богатые были. Вот я так посадила хатнюю растение и полюю его, все, хай расти. Олег Синчаров, Еген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Калинковский район.